В феврале 2015 года в Республике Атыге официально открылись четыре центра «Мои документы» в городе Майкоп, станице Геогинской, ауле Панишукай и в ауле Кашахабль. Новые многофункциональные центры располагают всем необходимым и современным функционалом – электронной очередью, порталом доступа к госуслугам, терминалами оплаты труда. Прошел ровно год с момента открытия МФЦ в ауле Кашахабль. Сейчас там работают квалифицированные специалисты. По словам руководителя центра Мария Тхот, одним из преимуществ оформления по бренду «Мои документы» является простая и удобная навигация. Этому способствуют единая цветовая гамма, указатели и вывески. Сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг максимально простым, доступным и комфортным – основная задача центра. Практически вообще мы наращиваем обороты, поскольку законодательство меняется. И чтобы как-то облегчить людям жизнь, чтобы не ходить по инстанциям, они могут прийти сюда, в МФЦ, заказать ту же справку о размере пенсии, например. Чтобы там в пенсионном фонде не стоять в очереди, у нас работает СМЭП. И мы за считанные секунды эту справку можем получить. То же самое, допустим, по налоговой. Нужна справка с налоговой или является ли лицо индивидуальным предпринимателем или не является. Ну пару секунд и справка есть. Ну много таких моментов рабочих, которые действительно за этот год были внедрены, особенно во второй половине 2015 года. И работа на самом деле, максимальное число дней уходит на исполнителя – это 10 дней. Из-за того, что у нас СМЭПы работают сейчас, мы не посылаем запросы в разные организации. Мы получаем их сами здесь. И в тот же день мы практически отправляем дело, как только получили от заявителя. То, что на местах, удаленные рабочие места заработали, это удобно, особенно тем, что у населённым пунктам. И там работники есть. И им не нужно возить документы, у кого-то чего-то брать, приезжать в налоговую за справкой или в центр занятости. Ничего не требуется. Просто нужно заявление и первичные документы. Всё. В заключении хочется отметить, что за этот год была проделана большая работа. Это такие дела, как регистрационные права, кадастровая, миграционная служба, МВД, Роспотребнадзор, услуги в социальной сфере и многое другое. По словам руководителя, коллектив образовался слаженный, добросовестно выполняющий свою работу. Остаётся только пожелать успехов в их дальнейшей деятельности. Продолжение следует...